Таким образом, в житиях святых, а их 1173, 133 жития, в которых говорится, что дети не любили играть. И это всегда говорится в похвальном смысле. Почему? Какие это были игры, не говорится. Но не любили этих игр, шума, суеты. То есть они умели ценить время. А как они их проводили это время? Мать молится. Я бегаю, бегаю, забегаю. А мама на коленях молится и говорит, Господи, Степа меня не слушается никак. Бегает и играет, помолиться некогда и плачет. Господи, обрати его. Я, говорит, сам заплачу, рядом с мамой на коленочке встану, да и помолюсь. Ну какой ребенок сегодня встретит мать свою, молящуюся на коленях? Что он играет? И что она просит ничего-то для ребенка, а царства небесного. Тут еще и в родителях как много заложено. Иоанн Златоуст говорит, игра в кости запрещена. Кости. Это все. Шашки, шахматы, домино, там нарды. Записывайте где. Златоуст. Третий том. 53-я страница. Игра в кости. Не надо говорить, а там была игра не такая. Ну такая не может быть, она все время меняется, она варьируется. Один человек работал портным и старался материю так натягивать. И маленько у него сверх нормы оставалось. Он кусок отрежет, а потом сошьет и себе ребятишкам выгода. И однажды он заснул и видит, изо рта у него дерево выросло. И все куски, которые он воровал, висят куски на этом дереве. Он перепугался, проснулся и говорит, Васька, как только я буду резать там это, а заказчика, ты мне напомни про дерево. Ну вот следующий принес, он по малейку там натянул, тут разгладил, намочил. И у него опять сантиметра 20 лишь, он начал резать. Он, тядька, а дерево? А у него ножницы в руках были, он вот так вот ткнул на отца. Дурак, такой кусок там не висел. Такой кусок там не висел. Такой игры не было, таких пятнышек не было на костях. Считаем. Для многих это не кажется злом. Но любовь к ним приносит тысячу зол в каждой игре. Шашки прямо шашки слово написано. У Златоуста. Восьмой том 210 страница. Шахматы не написано нигде. А вы их не было, еще не знали. Еще не привезли из Индии шахматы. Шахматы запрещены. Я любил, на уровне кандидата в мастера я играл. Но узнав, что нельзя, в тот же день я шахматную доску все абсолютно истребил. Не положено. И ни разу не потянуло. Это не надо даже совсем. Сегодняшние игры переместились в виртуальную форму. Так называемые компьютерные игры. Кто играл в игры хотя бы раз? Поднимите руку. Видите, некоторые уже коснулись этого. А кто не играл ни разу? Ни разу. Люди как будто отсталые. Я тоже не играл. Первый раз увидел, что такое компьютерная игра. Я ничего не считал про них. Внутри меня все. Он захолодел. Я подошел к этому человеку. Он на работе играет. Я говорю, а зачем ты смотришь? Да это же игра. Там за кем-то гонится. Из-за угла стреляет. Он нажимает там рычагами. Дергает. Тогда еще простая игра была. Я говорю, нет. Ты навыкнешь, и у тебя будет иное. И сейчас пишут в интернете. Они там какую-то игру играют. Команда на команду. И победила та команда. Я оказалась в одном городе. И он ему говорит, выходи, поговорим. Но тот пришел. Он его сразу зарезал. И игра из виртуальной коры перешла в реальную. Сегодня я услышал следующее. Сегодня. Вы знаете, в Стокгольме произошла трагедия. В Дании. Андерс там. Человек один. Убил многих людей. Там 67 называют. Больше. Цифра меняется. Потому что часть людей бросались. Плыли. Не знали, кто куда утонули. Водолазы их ищут. И у него дневники сейчас разбирают. И вот там, говорит, у него названы игры, которыми был увлечен. И все стрелялки. И он решил реальности все это претворить. Кроме того, узнав про это, в Стокгольме сразу же убрали с прилавка 51 игру. Вчера. 51 игру сами продавцы убрали. Мы повинны в этом, что продаем. А про тебя он и не думал. А почему? Потому что убит мой сын. Теперь его коснулось прямо, вплотную нож подошел к горлу. Это же случай был в Финляндии. Подобное. После террористического акта. Тех совершали, играли в эти игры все стрелялки. Значит, компьютерные игры под запретом. Кто играет в компьютерные игры, эти люди бесноватые. На них надо смотреть, как на одержимых. Летом у нас двери открыты. Там ласточки залетают. Мы приводим детей в лагерь. Из лагеря. В церковь. Только служба началась. Большой парень. Здесь первое место по спорту занимает. Хлоп. Мы его выносим. Но он мог упасть. Придуряться. Но он как полотно белый. Не мог он лицо сам сделать белым. Заходят. За Ананью Сафиро лежит. Точно так же. Кувырком. Ее выносят. А Ананя уже глазами хлопает. Сидит здоровый, румянест на лице. Только зашли, третий упал. Приехали сюда. Пришли сюда после службы. Стали разбирать это увлеченные компьютерными играми. Они не выдерживают богослужения. Даже совсем не выдерживают. Не говоря про хирургинскую. Ребята, вы себе крепко это запомните. Исключите это. Притом развития у тебя никакого нет. Ты в этой нереальности, в реальной жизни ничего не можешь делать. Один чеченский твоего возраста вас всех переколотит. Без автомата. Потому что он смотрит на реального человека. На его глаза, на брови. Как он смотрит друг или не друг. Как движется, как повернулся, как успеть убить. Вы видите, такие фильмы, где люди подвижные играют. Вот сармат показывали фильм. Чему их там мучают. Представьте, вот я иду парком осенним. И гляжу, там прыгает кто-то. Я издалека-то не рассмотрел. Я поближе подхожу. Дед, такая борода длинная. И прыгает с внученком. Он увидел, заслеснялся в сторону. Говорит, простите, пожалуйста. Я говорю, а в чем же дело? Мне 73 года. А я тут вот прыгаю. Знаете, мне в детстве не давали играть. И мне так интересно с моим внучком играть. С внученком. Я не доиграл там. И он прыгает. Ничего в этом осудительного нет, конечно. Во-первых, он доверие внука вызывает этим. Что он вместе с ним прыгает, играет, мячик. Тут ничего нет греховного. И в то же время это вызывает какой-то даже акт уважения. Как-то в газете написали про патриарха Кирилла. Вот сегодняшний патриарх. Что он имеет собаку. И собаку прогуливает. Там километров пять, говорит. Иногда, говорит, и делает с ней пробежку там полкилометра. Ну и корреспондентка говорит. Да как это так? Патриарх с собакой добегает. А я не скрывая, скажу, у меня сразу на сердце легло. Он живой человек. У него есть привязанность какая-то. Он говорит, я занимаюсь, папа римский, 84 года, я занимаюсь спортом. Каким? Восхождением на невысокие горы где-то. Нам это не запрещается. Но не там, где на скалах крюки вбивают, летят потом вниз. Ну и летят по исподнюю. У меня близкий человек. Ты знаешь Валю Каневу, ее зять. Пошли на Эверест. Там и остался. Из команды пяти человек, только один вернулся. Он дорогой заболел и до конца не дошел. Все остальные погибли. Началась буря, они не знали куда идти. Воздуха не хватает, кислород кончился. Какая это игра? Игра с жизнью и смертью. А ты скажи, Бог дал мне жизнь. Она мгновенная, она короткая. Я буду ее ценить. Цени. Никто твою жизнь так не оценит, как ты. Есть такая игра. Я перечисляю пока то, что известно всем. Что вот эти компьютерные игры, говорит, хуже наркотиков. Большие статьи, если на мой форум зайдете, с сайта на форум, и там об этом многие-многие статьи исследователи показывают. Как эти игры поврождают психику, как невозвратно рушится его нервная система, они и к чему не пригодны. И все данные, при том данные на сотнях тысяч проверенные. Это нельзя отрицать. Умнище. Люди этим занимались специально. А кто это делает? Это делают те, кому это выгодно. Выгодно, чтобы ты был быдлом, ничего не знал, чтобы уничтожали друг друга.